всем привет это вторая часть изготовления мытья юмора на реакте на прошлой неделе мы остановились что изготовили вот такой заголовок и такие вот собственно говоря категории здесь еще не хватает одной категории которая будет говорить категории 18 плюс мы сделаем чуть позже а пока давайте сделаем кнопки до которого как в предыдущей версии я вам сейчас даже сейчас покажу к чему мы стремимся мы стремимся аурель и я калабонга ком то есть я какой-то момент сделал на аурель и можете посмотреть видео где теперь давайте сделать вот кнопки но теперь уже на реакте но для того чтобы это сделать давайте переключимся visual studio код вот он и в общем то давайте наверное я сейчас накидаю этот самый control звучит он примерно вот таким вот способом поиск если называется он конечно же пусть будет баттон лист называться я так то он и зовут баттон лист ну там будет список кнопок поэтому ничего умнее пока не придумал и здесь я должен сделать экспорт класс пусть называется он правильно баттон лист пусть он расширяет react компонент вот ну и соответственно мне теперь нужно сделать импорт этого самого реакта вот сделать его соответственно из реакта сборки из модуля реакт так что я хочу какой функционал я хочу сделать но для начала я буду что делать мне нужно чтобы у меня была такая штука которая называется ну без индикатор или лоудинг или еще как хотите называть или спиннер в общем я хочу блокировать кнопки ну давайте для начала я сейчас быстренько сделаю я хочу чтоб при наведении на кнопки у меня показывался какой-то заголовок или тайтл так называемый да вы подашка небольшая чтобы на мне могла помочь побыстрее отрендерить то что мне нужно так и для того чтобы показать я должен обратиться к свойствам в данном случае данного компонента мне сюда будет передаваться модуру то есть сам непосредственно объект и я хочу в нем видеть blast id ну и примерно в таком же роде я сейчас сразу расскажу тогда чтобы мне кнопки блокировались я сделаю чтобы когда компонент еще не загружен или когда идет загрузка его то я хочу чтобы меня блокировались эти кнопки так я вот так вот сделаю is disabled disabled class name как вы понимаете должен быть так здесь мне опечатался class name должен быть button ну пусть будет button out line если вы не помните я подключил на предыдущий видео bootstrap поэтому я классы включаю именно от него ну так что мне еще нужно сделать ну смотрите по нажатию на любой из кнопок пусть это будет он клик и в данном случае у меня здесь будет идентификатор какой-то кнопки который я смогу подставить для того чтобы вызвать так он клик я должен обратиться к но к тригеру да load data и в этот триггер и должен передать this тоже внутренние параметры у меня есть model это непосредственно сам exhibit ну в смысле сам экспонат музей юмора и здесь соответственно должен передать last id так да это вот мне непонятно сейчас секунду вот и похоже у меня тут какая-то путаница ладно сейчас разберемся вот она кнопка ладно может давайте сейчас кнопку доделаю чтобы было понятно так он клик кнопка запустилась так теперь мне нужно мне теперь нужно написать какой-то текст но я текст здесь писать не буду я ставлю как он называется иконку которая будет в другую сторону смотреть так сейчас я подсмотрю секундочку angle где-то там написано double и left соответственно влево здесь у меня такая штука и вот каким-то вот таким вот образом это должно быть так ctrl kd мы сейчас сделаем так что-то а вот я где кнопку не закрыл ctrl kd да все собралось ну и сейчас по такому же образу я сейчас накидаю другие кнопки которые будут смотреть на предыдущие на первый на последующий и на последний и и будет так быстрее и так смотрите у меня получается теперь есть все пять кнопок которые смотрят на начало на конец на предыдущую и на последующую в середине стоит кнопка в которой самое главное мне называется на показать случайный здесь у меня стоит индикатор который не просто а в зависимости от того загружаем мы или нет включает спин или показывает кнопку рефреш просто так смотрите у меня есть свойство из лоадинг понятно да что когда она загружается у меня получается кнопки блокируется по этому же принципу вот из дизаблет а у меня нету дизаблет давайте напишем как у меня эта функция срабатывает из дизейбл о мне уже подсказал я сделаю вот таким вот образом то есть какое-то вели я сюда передаю непосредственно идентификатор который кнопки привязан и здесь мне что мне нужно сделать следующее если у меня если у меня если у меня сейчас в данный момент вот props is loading то мне нужно однозначно блокировать контент и для этого я скажу что резал дизайбл true если у меня а нет теперь так мне нужно чтобы у меня в кнопку попадает последний он может быть равен нулю так и и последний не равен нулю так тогда у меня получается так вот я должен вернуть значение у меня есть value оно должно быть меньше чем у проб model то есть у моего объекта музея last id то есть оно не должно быть меньше и так давайте я это в скобочки возьму чтобы самому в первую очередь не запутаться нет нет не туда пересчелкнул и второй вариант если у меня value больше либо равно нет больше либо равно тут конечно не нужно ну текущему тоже опять же props model и данный момент first ну в общем понятно да то есть если у меня значение превышает опять опечатался то кнопка должна блокироваться так наверно пока все еще смотрите у меня есть метод loadData и он мне приходит через состояние то есть выше где-то откуда-то сейчас мы им все-таки займемся и потом у меня в loadData и передается идентификатор и в данном варианте вот здесь идентификатор не передается здесь просто берется случайный ну и давайте теперь сделаем тот самый метод loadData так давайте создадим метод API секундочку что-то у меня этот не disabled сейчас один момент disabled this и доделал я props model на данном варианте у нас используется lastID да вот теперь все все правильно так ну давайте для начала отобразим этот компонент для этого сделаем import у нас называется buttonList насколько я помню и мы его получаем из модуля button components и дальше вот buttonList и точка запятая ну и давайте его отобразим чтобы он как минимум появился buttonList ну вот как-то вот так-то примерно будет выглядеть но хотя на самом деле мы должны туда передать кучу параметров и в частности мы должны передать model да который внутри используем я пока вот так вот напишу мы должны передать мы должны передать параметр isloading да изloading он тоже у нас передается и там используется ну и и само собой у нас там есть метод который называется loadData давайте вот так вот loadData мы его там внутри используем и я его давайте вот прямо здесь тот самый метод который я о котором я говорил то есть получение getHumor ну так или иначе это у нас будет получение непосредственно самого экспоната ну model для этого что нам у нас должен быть model который мы должны передавать так как у нас будет меняться это будет state соответственно я вот так и назову пусть будет model и собственно игра isloading у нас тоже будет меняться поэтому this state isloading пусть будет так вот вот теоретически нам нужно теперь создать раз у нас есть title в этом самом state да давайте сюда еще запихну этот самый isloading вот он ой loading он у нас будет по умолчанию false так дальше теперь у нас model да мы еще model сделали и model у нас будет undefined давайте пусть будет undefined ну да кстати раз он будет undefined значит существует вероятность что у нас вот здесь вот будет ошибка поэтому я здесь делаю немножечко по-другому теперь я напишу if ой неправильно написал if и вот эту вот стрелку ой скобку внесу вниз и здесь напишу else нет нет напишу все-таки else здесь отображу другую ну пусть будет какой-нибудь div и здесь напишу подождите пожалуйста пожалуйста давайте мы же вежливые люди пожалуйста идет загрузка и поставим ноготочим вот таким вот образом это примерно будет выглядеть то есть это говорит о чем пока у меня будет не получен вот этот модель вот я так и написал this что-то state state нет props model равен не равен да не равен undefined то есть пока у меня ничего не загружено у меня будет отображаться вот эта надпись как только у меня model обновиться у меня появится вот это вот кнопки да давайте закроем так и что у нас у нас а запущен значит мы здесь мы увидим ошибку хотя они должны были увидеть давайте посмотрим что это такое сейчас один момент а ну да один момент надо ее исправить так ошибка говорит что я не поставил ретун я ретун поставил теперь можно запустить нет а точку запятой да что-то я расслабился сейчас мы эту штуку отсюда уберем нажмем сохранить и соответственно да вот все заработало теперь можно продолжать итак мы остановились на том что у нас в методе вот get random передаются параметры какие-то и в общем-то здесь ключом в том что нужно сделать сбор параметров которые отправляются на сайт ну а как вы помните я уже говорил что у меня есть идентификатор который принимается если он указан то тогда выбирается выбирается конкретная сущность конкретный музейный экспонат у меня передается каталог это перечисление которое один два три четыре пять шесть семь то есть от одного до семи это в каких каталогах искать случайный экспонат если идентификатор не указан и еще из adult то есть для взрослых это булево значение то есть true или false то есть включать или не включать данные непосредственно ну для взрослых или нет то есть экспонаты в общем вот этот get random да давайте вот из него как раз и сделаем этот самый ну как он формирователь если хотите и параметров да то есть для того у меня все будут вызовы через него идти поэтому я сделал вот параметр для меня это что но для начала мне нужно определиться идет у меня есть ли у меня вообще какие-то ну есть ли у меня вообще категории указаны не указаны вообще что они пришли для этого я сделаю таким вот образом стоит у меня есть какие-то категории кате давайте так и напишу каталогс вот и так их еще нету да давайте создадим вот этот вот каталогс который поначалу будет undefined ну то есть вообще ничего не задано да дальше теперь у меня такие каталоги теперь есть мне нужно проверить что каталоги не пустые и что их длина ну то есть этих самых каталогов так как она пишется len gt len gt h вот и len gt h не равна не равна нулю ну то есть что там вообще хоть что-то есть вот если там что-то есть тогда я эти параметры буду создавать так каталогс бокс нет вот то есть название каталогов я напрямую возьму из вот этого самого стейта этих самых каталогов а если у меня задан параметр то есть если каталоги пустые пусть параметры будут пустыми вот так так дальше у меня идет обработка на идентификатор если вот этот самый идентификатор у меня указан тогда параметр я воспользуюсь фишечкой джаваскрипта и просто создам динамическое свойство которое будет равняться параметр id и id который пришел ну и пора бы уже ввести наверное свойство adult давайте вот так вот из adult нет не так написал adult вот оно у меня будет по умолчанию false я поставлю запятую в стейтах она будет храниться меняться так кстати галочки у нас так до сих пор и нету давайте для начала наверное все таки вот эту вот галочку я так думаю нужно создать а стоп это у нас должен быть категории селектор вот и да нам нужно вот эту галочку отрендерить ну в общем я что сделаю я возьму вот этот вот категории вот это вот скопирую и в список всех категорий селектор добавлю вот эту вот штуку которая рендерится так это у нас рендерится лист из этих категорий а здесь я напишу из loading и здесь я напишу из adult вот правильно да из adult и adult change мы сделаем такой же метод как на категории change я сделаю вам ну пусть будет здесь так и adult change вот хорошо подсказывает так мне будет event на галочку прицеплен упс не то вот и здесь я сделаю по такому же образу как у меня есть в категории ну в общем что мне нужно мне нужно получить получить мне нужно получить таргет это будет event target ну здесь стандартный javascript ничего здесь такого нету я даже могу замолчать чтобы быстренько написать перемотки наверно так я и сделаю ну в общем что мне нужно мне нужно непосредственно вот в мое состояние то есть в эти так называемые стейты да запихнуть из adult чтобы к этому по умолчанию будет false чтобы к этому свойству то можно было обратиться но и здесь когда я высчитал какое-то состояние из adult я должен его установить вот как раз вот в это вот значение которое было изменено на кнопочку клик то есть вот change мы передаем x на change мы берем если это checkbox ставим ищем значение check it если это не checkbox тогда просто берем value ну и в данном варианте мы ставим adult который в нас свойствах ну пока пока так останется вот ну и здесь у нас остается этот параметр на самом деле обработать что нам с ним еще осталось сделать нам нужно вот это вот состояние которое мы используем для adult ну наверняка давайте здесь тоже его создадим а он уже есть вот он вот и мы это состояние будем просто прокидывать в другой объект ну получается что у нас два этих объекта с одинаковым состоянием и в общем то что мне теперь нужно сделать мне нужно вот здесь вот сказать есть ли есть ли у нас this is adult ну то есть проверить что если эта категория включена ну вернее что включен этот параметр тогда мне нужно в параметры добавить соответственно по control kd сделаю вот параметры то есть те которые буду передавать из adult я поставлю ну что ну давайте так и отдадим то есть не true false а прямо установим то значение ну теоретически если adult нужно поставить true в противном случае вообще ничего не ставить ну или давайте вот так вот напишем и параметр adults равен this is adult и все а стоп this state все забываю control kd так и получается что если у нас параметры есть adult они будут передаваться всегда поэтому добавляем ну и что теперь самое главное нужно сделать что мне нужно сделать вызов вот этого вот серверного метода API и для этого мне нужно сделать state вот этот самый мой клиент и у него есть метод пост вот ну и в этот пост я соответственно должен передать kfg humor url хотя не знаю зачем если я там устанавливаю его и параметры передать эти самые параметры так сейчас проверим humor ага здесь url string его можно перепределять в общем непонятно с какой целью я сделал здесь конфигурация она теоретически может не использоваться ну я имею ввиду вот этот вот клиент который создается create клиент вот humor указывается ну сейчас прокомментируем сейчас один момент надо запустить проверить что это работает так состояние запущено только тут мы не знаем так у нас появилась новая категория это хорошо давайте нажмем F12 и попробуем ну допустим вот а у меня изначально когда загрузится должно показаться кнопки у меня их просто нет давайте их для начала подключим так ну данные у меня вызывается не вызывается потому что вот этот метод getHumor он нигде и никак не вызывается поэтому давайте на загрузку этого компонента в реакте есть такое что-то подобное он activate на ауреле компонент didMount вот вот этот метод вызывается в пайплане реакторских архитектуры после этого компонент загружен в память getHumor делаем пустой и соответственно давайте запустим и проверим что это работает теперь так что запущен да знаете он я не знаю сработал или нет давайте для начала я сделаю так скопирую эту строчку и попробую вот таким вот образом найти да вот она и в общем то когда у меня будет получен результат в этой строке я получу сюда значение сейчас проверим что да смотрите действительно сработало вот он есть response вот есть data и data это как раз тот самый viewmodel который мне нужно сейчас создать так давайте для начала вот так вот first last name ну это то что я уже прописал то есть это сам viewmodel который приходит с сервера и теперь мне нужно сделать контент created add whole name и задул и title и updated ну то есть вот эти теперь параметры мне нужно приходить так собственно говоря получать я уже получаю теперь давайте сделаем теперь давайте сделаем viewer то есть вот эта штука теперь не работает давайте проверим да смотрите пошел запрос да пришел новый очень смешная история какая-то в общем все работает так как нужно и соответственно давайте проверим что сейчас придет у меня первый вот айдишники отправлял первый да ты пришла х айдишник первый ну может сказать работает давай теперь сделаем просмотр того чего мы получаем так ну для начала давайте эту штуку давайте эту штуку свернем для начала создадим новый компонент который называется humor ну пусть называется viewer да пусть называется humor viewer хоть и некрасиво звучит сразу сделаем экспорт это будет класс назовем humor viewer что-то не печатался да пусть он сразу экспант экспант ой extends что вижу то пишу реакт компонент давайте этот реакт импортируем реакт фром реакт точка запятой отлично ну и так по порядку что нам нужно сделать ну для начала сюда будет попадать непосредственно сам экспонат я буду считать что не сам юмодал потому что кнопки обрабатываются выше а именно вот экспонат экспонат так называемый и что для этого нужно давайте я сделаю конструктор в этот конструктор опустим property честно говоря не очень интересно это ну я уже начал писать поэтому напишу вот ну и раз у нас props есть давайте сделаем сразу здесь состояние так состояние exhibit будет у нас меняться или нет да наверное будет ну а может и не будет ну ладно props а для начала я не так напишу x хибит будет равен переданному x хибит ну или или нул пусть будет нул вот потому что у меня будет такой вариант когда только открывается приложение еще ничего не получено поэтому надо предусмотреть чтобы это все-таки было показано так проверяем супер стейт а ну да я тут я не сделал что самое главное это ds стейт равен вот таким вот макаром это удалим control все вот у нас есть стейт так ну и теперь что здесь мне нужно сделать отображение соответственно render соответственно return вот ну и здесь нужно даже вот так вот вот здесь нужно что-то что-то как-то положить так ну в общем что у нас что у меня может меняться да давайте подумаем мне можно сохранить мне мне не нужно показывать в ювер пока у меня допустим нету вот этого эксгибит он не заполнен или пока мы ну загружается допустим да для этого для этого что ну давайте вот так вот сделаем допустим у меня будет какой-то там ну из busy да то есть что это у меня занята сейчас система загрузка каких-нибудь там данных с моего сайта и поэтому я вот сделаю таким вот образом я скачу чтобы если у меня зачем мне мне вот это вот не нужно получается да сейчас подумаем props то есть я напрямую обращаюсь эксгибит он же не будет меняться поэтому состояние у меня здесь меняться не будет вот почему мне вот эта штука не нужна и поэтому я здесь напишу экс хи бит равен ну или у меня я сюда передам значение из loading вот ну то есть при вот этих условиях у меня будет показываться что это без и тогда получается что я сделаю div вот такое вот него сделаю классный ну так как у меня это этот bootstrap поэтому я могу здесь сделать такую штуку и написать this is с busy ну то есть если у меня действительно там все invisible invisible или visible ну и в bootstrap это заложен функционал то есть мне просто этот div показываться не будет я думаю что этого будет достаточно так дальше мне теперь нужно нарисовать ну я буду использовать карт из bootstrap поэтому мне нужно нарисовать сначала header потом собственно а давайте тогда по порядку мне нужно нарисовать давайте я нарисую а потом вам расскажу так будет проще так давайте на секундочку остановимся дело в том что у меня есть ну я хочу написать заголовок и перед названием хочу показать так называемый ну метку о том что это взрослый контент там если помните у меня есть из adult ну и вот собственно говоря как это сделать я сделаю что-то типа adult да adult indicator компонент такой и в нем сейчас вот буду прокидывать эту информацию то есть для этого мне нужно создать adult indicator это будет gs здесь я хочу создать класс ой экспорт класс adult indicator x tense react компонент естественно вот ну в общем на самом деле сами разработчики реактора рекомендуют минимизировать эти вот компоненты разбивать их на части вот ну в общем то я вот это вот и хочу сделать from react такую штуку и на самом деле это будет очень простой компонент я здесь не буду даже ничего там делать я скажу что я хочу зарендерить всего лишь информация о том показывать или не показывать метку о том что есть у меня какой-то ну вот этот взрослый контент или нету то есть я напишу вот так вот если this props is show ну давайте сделаем так show ну то есть включена показ тогда я сделаю return давайте вот так сделаем спан какой-нибудь там что мне в этот спан можно напихать давайте напишем цифру плюс 18 классный а этот напишем badge 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 danger в смысле чтобы красный был den danger вот здесь напишем 18 плюс да и допустим если у меня выключено то есть вообще по-другому то вообще ничего не показывать вот таким вот макаром сделаем а ну нет конечно же ретун сделать вот и теперь как вы понимаете шоу мне нужно прокинуть отсюда так ну для начала мне нужно сделать импорт как он там называется там он называется у меня а я уже написал да он так и называется и adult индикатор система его распознала from . adult индикатор вот и в общем это говорит о том что мне сейчас осталось только добавить сюда is show и она будет у меня равняться так чему она будет равняться она мне будет равняться мне сюда будет приходить объект который называется xhibit и у него есть свойство adult и поэтому я так и напишу xhibit и у него с большую букву is adult ну вот ну в общем то вот это как раз будет включать или выключать эту метку ну а теперь можно дальше я также накидаем свойств по образу подобию чтобы можно было ну например да у меня вот жирным будет написано this props я думаю что это не интересная информация title вот как то вот так то есть это будет так у меня отображен заголовок ну и еще я хочу показать ну допустим span класс я скажу ему float right я хочу просто в левую нет в правую сторону сдвинуть информацию о том как называется этот ну из какой категории этот экспонат props xhibit точка и есть там такое свойство whole name ну вот как то так давайте я тогда сейчас быстренько а хотя нет смотрите тут сейчас немножечко интересно дальше будет вот почему у меня есть card body и я допустим я допустим хочу отобразить вот этот div хочу из div у меня просто контекст контент который приходит с моим эфибите он типа html поэтому просто так html я сюда вставить не могу но в реакте есть вот такая фигня dangerous вот подсветилась она слава богу подбирает название то есть интеллисенс работает visual studio код поэтому мне пришлось вспоминать как это работает так для меня для того чтобы здесь вот отрисовать это значение мне нужно написать ну давайте вот так вот я напишу через метод get content да вот так вот get content и будет достаточно то есть там на самом деле все немножечко посложнее чем может показаться и собственно говоря мне вот этот вот get content мне нужно его вот сюда вот как бы написать content у меня будет в ну не вар давайте напишем в этом уже со временами разработчики content это будет значение из props из exhibit нет exhibit и это будет свойство content дальше мне нужно вернуть не просто а чтобы в этом то есть из-за безопасности да опасных то есть ну вот разработчики придумали такую штуку что если будет возвращаться объект внутри которого будет это подчеркивание hatml и значение его будет content почему-то с двумя буквами да давайте исправим все-таки с одной и здесь с одной то есть если будет возвращаться вот такой вот объект то они будут позволять его рендерить поэтому он будет отрендерен ой что-то тут я лишнее написал он будет отрендерен вот в этот hatml ну а дальше наверное собственно говоря ничего интересного нету ну единственное что может быть я здесь сделаю сейчас кнопочку ну давайте сделаем кнопку уже раз уж начали делать button я хочу справа вынести в сторону сейчас пообъясню сейчас напишу так стоп мне нужно классный button button тире small сделаем и button сделаем primary вот что я хочу я хочу чтобы у меня в тексте кнопки был показан номер вот этого идентификатор этого экспоната экспоната точка идти больше буквы у меня внутри компоненты вот и я хочу чтобы вот эта вот вся штука уехала у меня в правую сторону для этого нужно завернуть завернуть их в класс name называется float тире write вот и теперь у меня по нажатию кнопки кстати по нажатию кнопки можно даже открыть экспонат я сделаю он клик равен и чему он будет равен а у меня нету ничего давайте напишем this ну какой-нибудь goto goto museum ну вот так вот да например просто пусть он а даже не столько goto музеем мне нужно еще сюда подставить идентификатор как раз вот этого exhibit и чтобы открыть этот экспонат уже непосредственно прям через идентификатор на странице сайта ну а пока footer оставим там у нас ну давайте сейчас я напишу тогда чё у нас здесь будет показано this props exhibit точка я вот так вот два раза сделаю и created add и updated add ну и что control d ну опять же на самом деле это не очень хорошая штука да давайте я сразу вот так вот сделаю я хочу вот этот вот span пусть это будет span да class name равен вот этот вот float write и в общем вот это то что изменение информация о дате обновления пусть он будет отображаться вправо сейчас эту штуку сохраним goto museum у нас не создавал нет не создавал давайте создадим там все будет просто goto музей показывает мне мне здесь нужен идентификатор а здесь мне нужна функция и в общем что я могу здесь сделать я могу сказать windows location нет location равен давайте я использую интерполяцию и напишу так вот htps нет s www k la bonga com slash насколько я помню музеум и slash show и slash ну как раз вот этот вот идентификатор который будет отображаться ну в общем тут как говорится ничего сложного нету ну и давайте проверим что нибудь это работает нет ну перед тем как это проверить надо же этот компонент хумор отобразить вот здесь вот внизу музеем нет почему музеем то хумор viewer во так ну и надо же еще вспомнить что я туда передавал какие параметры ну во первых туда уходит exhibit да ой в смысле exhibit ну тот самый короче который есть экспонат тот самый экспонат который нам и нужно отобразить x х бит равен давайте вот так вот напишем и тут ничего сверх естественного снова нет у нас этот экспонат это и есть state мы же получаем его вот и у стейта есть модул да модул но дело в том что если он равен нул так тут да мне нужно потому что мне не сам модул передавать а мне нужно проверить все правильно если он равен нул мы проверим то тогда мы передаем туда ничего а в противном случае мы туда передадим как раз вот этот вот exhibit state model и вот этот вот exhibit он у меня с большой буквы потому что это часть ctrl kd так что мы туда еще передаем из loading ну давайте передадим из loading нет пока ничего не будем передавать давайте проверим что это хоть как-то работает так это не работает потому что потому что он да он клик я передаю не я передаю не хендлер а уже непосредственно сам вызов поэтому я добавлю хендлер и мы сейчас это проверим еще раз давайте проверим нет значит где то еще я ошибся сейчас проверим да нет судя по всему все правильно так что а у меня страница ушла на колобонга ком и пол подставляется ошибка на колобонга ком не обработана значит мне здесь нужно написать local хост двоеточие три тысячи чтобы вернуться на предупреждение а ну вот все все понятно так ну и смотрите вот у меня что-то тут не работает да то да да все работает давайте попробуем получить какой-нибудь ага смотрите не блокируется то есть я это сделал давайте поправим чтобы все кнопки блокировались для этого нужно сделать что правильно нужно добавить информацию о том что у нас здесь есть блокирование так нам это сделать очень просто так сначала начнем в объем модер из лоудинг передается отлично теперь открываем категории селектор и вот это рендер его здесь где вот он из selected передается а из лоудинг не передается ну и соответственно для того чтобы все передавалось нам как раз нужно сделать так чтобы выбранный так это у нас начало да ну в общем нужно сделать так чтобы из лоудинг давайте сделаем из дизаблет мы будем блокировать эти штуки которые к нам приходят а брать их будем из что такое не попадая в кнопки брать его буду как раз из из пропсов ну из проперти и свойств который называется из лоудинг вот он к нам пришел теперь осталось из дизаблет то есть обработать в самом в самой категории то есть категория у нас есть где то тут вот передается так у нас рендеринг есть change check it у нас давайте здесь дизаблет вот и здесь напишем дизаблет да что такое опять не попал дизаблет ну видимо из нет из дизаблет дизаблет вот сохраняем давайте потыкаем так вот включим раз не работает значит что то где то не попал давайте проверим дизаблет равен дизаблет так категория а я не сохранил да наверное не сохранил а сломалась так а почему пропс не доступен так посмотрим так что то не получается давайте посмотрим так оно указывает что диз и пропс не найдено так так я сейчас думаю что скорее всего так я посоветовался с коллегами скажу честно и теперь мне сказали что здесь рендер вот этот вот категория лист у меня выпадает из контекста поэтому мне его нужно привязать к контексту текущего компонента ну это делается вот таким мне кстати это очень не нравится я такого никогда не встречал аурели ну давайте проверим что это работает да вы знаете все заработало ну и пока на этом предлагаю остановиться так что то мне тут все посъезжало ну да с первого раза так чтобы это сделать ну зато работает в общем давайте пока на этом остановится в следующей серии будем уже все доводить до ума я вот смотрю у меня что то тут не работает что то все посъезжало вообще какой то странный в общем в следующей серии сделаем остальное и давайте давайте доделаем потом будет красиво спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание и